Мой муж редко исполняет супружеские обязанности, и я боюсь, что я могу совершить харам. Приходят разные мысли, говорит, сделайте наставление таким братьям, и в такой ситуации может ли он взять вторую жену, когда он не удовлетворяет первую. Прежде всего, если мужчина не отдаёт права своей первой жене, делая в этом упущение, то он является грешником, является обязательным для мужчины, чтобы он соблюдал права своей жены. До тех пор, пока он не соблюдает её права, ему не дозволено брать другую жену. То есть, имеются в виду обязательные к соблюдению права. Сама по себе половая близость не является обязательной для него, то есть не является обязательным для него, чтобы он вступал в близость со своей женой каждый день или каждые два дня. Это не обязательно. Но для него только обязательно, чтобы эта женщина соблюдала силамудрие, чтобы он вступал с ней в близость согласно общепринятым меркам. То есть, чтобы этой близости было достаточно для неё, чтобы соблюдать силамудрие. Мужчина может оставлять близость со своей женой по разным причинам. Это может произойти потому, что она неприятна ему, и он не желает её. Ему были дарованы от неё дети, но он не желает вступать в близость с этой женщиной. Однако он вступает в близость с ней только для того, чтобы она соблюдала силамудрие. Но эта близость не даёт ему удовлетворения, которое становится причиной потупления взора и удержания от запретного. но он вступает с ней в близость только для того, чтобы удовлетворить ее женские потребности. В таком случае мы скажем, что в этой ситуации дозволено ему жениться повторно, и не обязательно ему вступать в близость со своей первой женой каждый день или когда она пожелает, потому что люди различаются между собой. Эта женщина может быть больна, и он не может вступать с ней в близость каждый день. Также эта женщина может быть уже взрослой, и она сама не хочет, чтобы он вступал с ней в близость каждый день. То есть у некоторых женщин может быть какая-то слабость, Она может быть больна, или есть другое препятствие, которое мешает тому, чтобы ее муж вступал с ней в близость каждый день. Поэтому этот вопрос возвращается к природе мужчины. Обязательно для мужчины, если он хочет жениться еще раз, чтобы он не ущемлял в правах первую жену, в плане содержания, проживания и разделения ночей. А что касается мнения, что он обязан вступать в близость с женой, то это недостоверно. Потому что, как я уже упомянул, природа людей различается. Ведь человек может жениться на женщине и не хотеть вступать с ней в близость. Однако он вступает в близость только для того, чтобы она могла соблюдать сила мудрия. И только он сам не получает удовлетворения. В таком случае мы говорим, что дозволено тебе взять вторую жену.